Добрый вечер, дорогие телезрители! Четверг, 18.15 и в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня не в первый раз мы бы хотели поговорить о тех вещах, которые, как говорится, в последнее время у всех на устах. Не буду использовать тех слов, которые приняты в Инстаграм-сообществах и так далее. Просто тема злободневная. Это так называемая грань между сетевым маркетингом и, скажем так, преступными схемами привлечения или оборота денежных средств. И еще раз, поскольку мне очень комфортно, как журналисту, разговаривать с людьми, которых я давно знаю, которые ко мне привыкли, они прощают мне мои особенности и так далее. Ну, почти что по родственному, поскольку я девушку знаю очень давно и достаточно хорошо изучил. И, в принципе, еще раз, это не первое появление Алены Алексеевой в эфире НВК Саха. Я не буду спрашивать про общественную палату, но протетрованы вы именно как член общественной палаты. Но я тоже член общественной палаты, поскольку, наверное, мы поэтому и собрались, что у общества есть насущная потребность, как членов общества, тех же граждан, обычных людей и так далее, наделить большими знаниями в части финансовой грамотности. Вот как человек, который очень хорошо относится к финансам, если нас обманут, это же получается только наша вина? Ну, во-первых, я бы хотела поздороваться с телезрителями. Всем добрый вечер, добрый вечер, Дмитрий. Меня пригласили как человека, который очень разбирается в финансах или все-таки имеет некое отношение к тому, что произошло? То, что происходит. Ну, в целом, да, в целом это не до конца. Это уже какой-то наметившийся тренд, по которому мы действительно уже встречались полтора года назад. И теперь я, конечно, могу сказать, что последствия тех событий, они так или иначе, прямо или косвенно повлияли на то, что мы имеем сегодня. И, безусловно, этот тренд все равно пока еще разворачивается, я не могу сказать, и пока еще не вижу и не чувствую, что это некая финальная точка, да, где можно сказать, все, теперь всем все понятно, всем все очевидно и расходимся, господа, дальше живем как бы своей жизнью. То есть тот самый как раз момент, по которому мы встречались с тобой в эфире в 2018 году, был посвящен сетевому маркетингу. И я вот сейчас вижу, да, что как раз-таки наличие людей в сети с большим количеством подписчиков, которые очень высокую лояльность проявляют по отношению к всевозможным видам, способам заработка, настолько вот раскачала степень безграмотности в этом вопросе финансовом именно, да, что сегодня говорят, а что такого, я свой айфон получила, и мне плевать, что там будет с остальными в моей ветке, или там, как это называется, в моей структуре. Давай я дополню, а почему вы лезете в способы их заработка, почему вас это должно коробить? Ну, это пример тоже. Ну да, да, это пример, это, конечно же, сразу идет апелляция к моей зависти, может быть, я недостаточно зарабатываю, да, может быть, я просто завидую, потому что сама бы хотела. Я где-то, кстати говоря, в сети видела, даже запустили такой слух, будто бы я пришла в этот, ну, магазином не могу это назвать, это же даже не магазином, в офис, да, в офис, и устроила там скандал, что якобы мои, не мои, ну, короче, началась какая-то грязь, да, вот. Это, безусловно, конечно, это даже всем понятно, что это и не зависть, и не что это, просто я вижу, что всерьез и глубоко пускает корни последствия вот именно финансовой безграмотности населения. И здесь я бы, конечно, хотела акцент сделать именно на двух аспектах, да, ну, первое, что вот некие люди, да, имея определенную аудиторию, я понимаю, аудитория, она же зарабатывалась тоже действительно там... Трудом. Трудом, да, и зачастую, ну, это был такой качественный, хороший труд, да, люди что-то о себе рассказывали, может быть, какие-то обзоры делали, то есть привлекали аудиторию, аудитории они были интересны, но постепенно пошло какое-то вкрапление какой-то вот непонятной информации, и люди, у людей уже глаза замыливаются, да, они не понимают. И здесь вот как бы что? Одно. Либо эти люди намеренно знали, что это вот, ну, нехорошая организация, да, нехорошая структура, нехорошая фирма, и тогда это очень плохо. То есть завоевав какой-то некий авторитет, потом они уже решили как-то пойти очень далеко в своих вот этих вот алчных желаниях, да. Либо они не знали, как и большинство населения, что это очень плохо, но это тоже не есть как бы нормально. В таком случае получается финансовая безграмотность вот этих вот обладателей, большого количества аудитории, она налагает вот дальнейшее распространение этой безграмотности. И не только финансовая безграмотность, я бы еще сказал правовой нигилизм. Правовой нигилизм, опять же, вот это вот все расшатывает и морально-этические нормы, то есть планка снижается и снижается. И вот тут, конечно, я не смогла смолчать, да. Мне в принципе, ну, я для себя могу определить, что вот я бы так не повела, да, или я бы себя вот так вот не повела, как вот в каких-то ежедневных там эфирах, может быть, в обычной жизни эти люди себя ведут. Но это не мое дело, то есть что они делают и как они делают. Но когда результат их активности или наоборот без действия наносит уже серьезный ущерб обществу, я считаю, что здесь, ну, вообще никому нельзя молчать. Но почему большинство молчит, я вот просто до меня вчера или позавчера дошло, да, это вот на самом деле элементарная же вещь. Кто-то мне написал в комментариях, почему вы так остро на это реагируете, они же вам лично ничего плохого не сделали. И вот по этому принципу идет построение всей вот этой вот сети взаимодействия, да. Что-то личное. Ты мне лично что-то сделал плохое? Нет. Значит, я тебе не скажу, если ты делаешь что-то плохо, да. И вот так вот, то есть вот это вот все разрастается, разрастается. Может быть, когда-то, да, ну, кто-то из певцов, из артистов, да, все-таки это же представители культуры, может быть, им было зазорно впихивать в себя суши и роллы там, да, и пиццу. А потом, когда они посмотрели, что большинство едят, people have it, и они, в принципе, ну, как бы и в прямом смысле едят, и даже, может, кто-то зарабатывает на этом. И все, и они как-то для себя эту планку тоже опустили, подумали, а что такого? И вот началось вот это, а что такого, а что такого подумаешь, как бы мы пошли там, айфон купили за полцены, а что такого подумаешь, ну, там три человека привели, а что такого, ну, то есть это же все как бы нарастает, 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 и в итоге это могло бы привести к серьезной трагедии, к Новому году, то есть количество людей обманутых было бы в разы больше. Десятки тысяч. Ну, могло быть, да, то есть если человек кичится тем, что вот, я, оказывается, имею влияние, могу отправить толпу туда-сюда, это стадо туда, это стадо сюда, то есть, ну, человек вообще не понимает, что ли, что происходит. Вот степень влияния, скажем так, вот, я не хочу оперировать вот этими терминами, блогерами и так далее, по правде блогер у нас чистой воды есть один, его зовут Алексей Толстяков, он работает при службе медии, да, блогер как таковой. Ой, давайте не будем рекламировать Алексея Толстякова. Алексей Толстяков, ладно, хорошо, не будем рекламировать Алексея Толстякова, но еще раз говорю. Алексей, я ничего против тебя не имею. Я тоже, прости, брат. На самом деле, юристы, с кем мы пообщались в ходе подготовки программы, да, они дают определение. Вот ссылается же то, что в 14-м году был принят так называемый закон о блогерах, да, но в 17-м году его, мол, отменили. Нет. Частично. Нормы некоторые отменили, то есть, в части определения, кто такой блогер, да, возможно, но, опять же, человек, который есть, есть страничка или сайт с ежедневным посещением свыше 3000 человек, все, автоматом попадает под... Ну, вот это вот тоже, да, такой очень тонкий момент. Мне тоже вчера или позавчера вот одна какая-то подписчица, ну, я понимаю, сейчас активизировались те, которые либо не получили своего айфона, стояли в очереди, да, либо просто свято и верят в безупречность вот тех образов, да, вот они сейчас скачут у меня там по комментариям, ну, я эти вот комментарии не удаляю, кстати говоря. Я вообще, в принципе, вот никогда не удаляю комментарии, потому что мне необходимо и самой понимать вот разрез этого, средств этого общества, да, и другим, чтобы было видно. Этот контраст, он очевиден, да, то есть люди здравомыслящие, они видят, что происходит. Я поэтому намеренно не убираю никогда таких комментариев, ну, если это не прямое оскорбление какое-то, да. Вот, и один комментатор, ну, судя по лексике, это женщина, она пишет, к какому закону вы ссылаетесь? То есть тот, который был отменен в 17-м году? И опять же, да, для меня очередное открытие. То есть получается, если нет закона, ну, условно, гипотетически, то есть мы знаем, что какая-то норма ее там до конца не определена, и поэтому он, может быть, находится в некой там доработке там или еще что-то, да. Вот, а для людей это как будто бы развязанные руки. Все можно. Да, все можно. Ну, господа, допустим, представим чисто теоретически, гипотетически, опять же, да, что убрали все законы, которые касаются не убей там, не укради, я не знаю, что еще, да, не изнасилуй. И что это будет означать, что мы все свободны вот в этом направлении, что ли, поступать как мы хотим? То есть у нас вот такие желания есть, нас только закон сдерживает, а внутренних законов там, внутренних каких-то морально-этических планок их нету? Меня в развитии всей этой истории очень порадовала позиция некоторых коммерсантов, которые, ну, призваны получать прибыль, да, не будем называть опять же в качестве рекламы, которые сказали, ну, в любом случае извлекать прибыль можно, не обманывая своих близких, не привлекая какие-то сомнительные схемы и так далее. Это, мол, западло, это табу, табуировано. Даже у коммерсантов, у барыг, скажем так. Ну, у тех, у которых, в принципе, философия немножко, она всегда имеет некий крен в сторону как-то что-то обойти, извлечения прибыли. Но, тем не менее, какой-то кодекс чести же существует. Вот внутри должен быть. Вот, вот именно вот здесь, да, стержень. И если те товарищи, назовем их, скажем так, люди с большим количеством подписчиков, они начали активно использовать вот эти принципы. Вот мы же белое поле информационное, скажем. Мы официальные СМИ, зарегистрированные в Роскомнадзоре и так далее. Мы обязаны действовать по букве закона. Люди, которые, ну, скажем так, в социальных сетях и так далее, резвятся, они, а атрибуты вот этого большого СМИ, такие как цензура, они активно используют. При этом они не понимают, что... В каком виде? В каком виде? В каком виде? Ну, удаляют комментарии, опять же, те же самые. А-а-а. Но при этом не забывают, не забывают о том, что, вернее, забывая о том, что самый главный цензор сидит вот тут. Вот тут. Ну, там он, видимо, пока не поселился. То есть, как ты верно заметил, они резвятся. То есть, это... Ну, я это воспринимаю как? Это я воспринимаю так, что дети заигрались. Дети заигрались, и они, вот, опять же, если они не знают, что это плохо, мы же все помним стих, да, что такое хорошо, что такое плохо, да? И, кстати, вот сейчас вот этот вот тоже подход. А что такого? А что вы лезете? Ну, все по-своему, все индивидуальны, да? Каждый зарабатывает как может, да? Зачем вы мешаете? И что... Ну, и проходите мимо, да? То есть, вот, действительно, такое отношение, как будто это, в принципе, никого не касается. И все, каждый сидит, вот, через свой канал вещают и делают там, что хотят. Но это же все имеет совершенно конкретный и понятный резонанс и эффект на население. Мы уходим на короткий перерыв. Прямо сейчас. Мы продолжаем программу «Один из нас». И один из нас сегодня глубоко заинтересовался историей, которая разворачивается в последнее время в социальных сетях. И мы плавно перешли к ответственности. Вот сейчас любой гражданин получил доступ к технологиям, к информационным, в том числе, к коммуникационным технологиям, что готов, не готов. Он уже стал ньюсмейкером. Любая бабушка, любой старшеклассник, младшеклассник, да, делает свой канал на Ютубе и так далее, и так далее. И мы остановились на том, что есть определенные лидеры, носители вот этого общественного мнения, да, но они бывают разными, со знаком минуса, не будем навешивать ярлыки. Мы остановились на том, что есть определенные нормы регулирования вот этого информационного поля. То есть, если у нас государство, частные какие-то компании отказались от монополий на информацию, то вот этот вот огромный объем информации, он же должен чем-то регулироваться все-таки, в конце концов. И не только морально, как мы сказали, в первую очередь морально, законами. Ну да. Законами. Есть в данной истории, которая связана с вроде бы благой целью. Вопрос-то в чем? Ну будут законы, а кто-то сядет и будет читать эти законы? У нас люди, понимаешь, они очень рады покачать права. Они забывают об обязанности. Всегда. Да. Обязанности соблюдать закон, это первая обязанность. Ну да, есть права, есть обязанности. А есть вот Сомали, и там можно захватить корабль. Ну, тоже так, условно, наверное, там тоже какие-то законы есть. Да, тоже, наверное, нормы международного права уже есть. И можно поехать туда, вооружиться автоматом и захватить корабль, забрать весь свой груз и жить себе припевающей. Ну, нормально. Нормально. А у нас вот это вот отношение, как ты говоришь, Алена, да, каждый зарабатывает как может. Ну, я вообще в принципе, да, но поскольку я достаточно глубоко интересуюсь психологией, могу сказать, что это, ну, если уж, допустим, апеллировать, опять же, да, к теории поколений, это все-таки результат вот этих вот смены поколений. 90-х годов. 90-х годов, да, то есть когда после развала, ну, люди, что они испытали на себе, какой шок. Развалилась целая страна, да, целое гигантское государство, в котором, ну, людям всегда было стабильно, комфортно и хорошо. И были ценности. И были ценности, да. И вот эта вот брешь большая, ну, то есть вот просто дыра образовалась, и начинается что? Банки с этими вкладами 120% годовых, вот эти какие-то, Леня Голубков, МММ, да, вот это все бесконечно. Потом дефолт 98-го года, да, ну, как бы на нас вроде на Россию впрямую не оказавший влияние, но косвенно в любом случае кризис 2008-го года, да. То есть у людей все время, все время создавалось ощущение, что вот как-то надо вот это все урвать и кого-то там обмануть, да. И кто быстрее и больше нахапает, тот и молодец, как бы тот и успешен, да. И вот эта кризисная психология родителей того поколения, ну, которые вот на себе это испытали, они, ну, если мы уже говорим о том, что передали детям, да, и вот это вот то поколение самое, опять же, они передали это детям в виде, ну, неких установок, наверное, да, надо так, надо так, надо выйти замуж за богатого, за перспективного мальчика. Перспективный мальчик – это не тот мальчик, который способен сам как-то вот взять, продумать и придумать способ, ну, легального заработка, да, который бегает и думает, как бы мне еще заработать, да, а тот, который думает, вот, разом сорвать или просто сын богатых родителей. Вот это вот в современном обществе извращенном, да, считается перспективный жених. Ничего подобного. На самом деле это абсолютно бесперспективные продукты общества, да. И почему вот эти люди, они зациклены на брендах, да, то есть постоянная какая-то демонстрация идет, логотипов, названий, да, больших, там, бесконечно это Баленсиага, там, вот это Луи Войтон, вот это то, вот это сё, да, подстегивание этих фейсов. Я понимаю, это общий мировой тренд в том числе, да, и российский, но мы сейчас в данном моменте говорим о том, что происходит в нашем обществе, да, в нашем небольшом численно мирке. И это дети, которые в свое время, чьи родители зарабатывали деньги и не успели уделить им силу вот этой особенности, внимания и любви, возможно. И вот эти дети сейчас вот эту свою нехватку внимания родительского восполняют брендами, там, да, подписчиками. Ой, у меня такая конвертация. Вот это вот бесконечное хвастание длиной органов, да, оно же происходит почему? Это потребность показать, как меня ценят, как меня любят. Ну, не все, конечно, не все. Хорошо. Я не говорю, что все представители этого поколения там или ещё. Вы сами сказали, что блогеры, они нарабатывают аудитории, ну, скажем так, трудясь. А как быть с теми, побоюсь этого слова, лидерами, да, которые тех же подписчиков нарабатывают формой ягодиц? Тоже есть же такое явление. Ну, я, честно говоря, ну, это тоже от недостатка любви и внимания, к сожалению. То есть, по большому счету, мне жаль этих людей. И те цены за услуги их эскорта, они... Мне жаль этих людей, мне очень жаль этих людей. И я, на самом деле, я вот с самого начала этой, вот как разворачивалась эта ситуация, я всё думала, что, может быть, люди призадумаются, да. Ну, я даже могла бы написать человеку в директ, остановись, не делай этого. А человек меня сразу изначально заблокировал. То есть, у меня первый пост на эту тему был о том, а что же происходит. Я ни имён не называла, ничего, никого. Просто начала собирать информацию у подписчиков, да. Ну, поскольку, действительно, у меня очень загруженный график. Иногда бывает, нет времени сесть и вот основательно перекопать и перелопатить информацию. И я доверяю своим подписчикам в том плане, что я могу отфильтровать, где фейковая информация, где относительно объективная, да. И вот на основе... и вот какие-то моменты, точки, которые мне действительно необходимо проверить. Вот так вот я получаю информацию. И я тогда почему-то думала, что, может быть, человек действительно заострит на этом внимание и просто подумает, так, а что происходит-то? Может, действительно, ну, то есть зародится зерно сомнения, да. Может, действительно то, что я делаю, это неверно? И, может быть, она бы села бы и изучила, там, или другая, или третья, да. Может, они бы сели, изучили, подумали, а-а-а, батюшки, что же мы такое сделали-то, да. Давайте-ка мы обратно, как бы, ну, извинимся перед людьми, скажем, ну, все ошибаются. Это была бы просто идеальная позиция. То есть, во-первых, бы они показали пример, да, опять же, для населения, что ошибиться можно, ошибиться не страшно, но всегда нужно признаться в этом. А лучше не ошибаться, лучше учиться на ошибках других, наверное. Ну, да, сейчас дудь, кстати говоря, в такой же проблеме находится. Но там немножко другое, там как бы... Ну, мы на дудя-то не претендуем, а... Ну, а почему бы и нет? Схема такая. Ко мне приходит некая образовательная организация, говорит, вот, платное обучение, скажем, второй диплом в высшем образовании и так далее стоит, там, 250. Хочешь получить его за 100 тысяч? Ну, просто привлеки еще троих студентов, да, таких же, которые хотят получить второе высшее образование, вывеси об этом пост и так далее. Дима, ну, нет, конечно. Не-не-не, стоп. Я про себя говорю. Мне постоянно такие предложения, да, поступать. Выложите, пожалуйста, у себя рекламу, там, лечение зубов в Китае. Я говорю, я не буду, я туда сама не ездила, я этого не проверял, и я не верю, что за неделю поездки в Китай можно вылечить зубы. Ну, вот просто, да. Ты приходишь к стоматологу, и ты понимаешь, что ты будешь проверяться у него, может, еще три месяца, может, полгода, ну, как это вот за неделю? Это однозначно нет. Я вообще вот такие вот вещи как бы не... Вот, сколько у вас стоит в сторис опубликовать рекламу казино? Нисколько. Я вообще не буду это опубликовать. Эта еда меня уже давным-давно заваливала, они уже отстали. Они знают, что я принципиально еду не рекламирую, потому что, ну, это опять же, да. Я хожу, естественно, ем тоже в Китае. Ну, не в этом даже дело. Денег лишних-то никогда, они же не бывают никогда лишними, да. Но я никогда не возьму на себя ответственность за чужой желудок, за чужой кошелек, за кожу, что-то последствия какие-то будут, да, вот эти косметологические услуги. Ну, косметологию я еще очень аккуратно вообще бы подавала, потому что я считаю, что это нехорошо, когда все видят, как же женщина становится красивой. Потому что это все-таки, ну, какая-то такая, должен же, какой-то секрет такой, да. Пусть это останется тайной. Пусть это останется тайной, да. Пусть вот я от природы такая, а не вот этот модуль, да. Вот здесь я сделала себе ногти, здесь я сделала себе волосы, тут я там это что-то. Окей, давай к правовому аспекту, да. Вот я говорю, ко мне пришли, я согласился, и, о, а в одночасье этой образовательной конторы занялся УБЭП. УБЭП, который в правовой оценке выносит определение. О, это, скажем так, пирамида, которая, ну, вовлечена... Мошенничеству. Мошенничеству, да, вовлечена, деньги вовлекаются сторонних лиц и так далее. Ну, есть куча признаков финансовой пирамиды, главное пять. Можно на сайте ЦБ, кстати, отыскать. И говорят, товарищ Дмитрий Васильевич, вы пойдете, извиняюсь, соучастникам, потому что есть преступное сообщество, есть вы, как, допустим, человек с количеством больше трех тысяч подписчиков... Привлекли. Привлекли. Вы получали проценты от этого, да, вы стали... Ну, какие-то материальные выгоды. Да, то есть грань-то вот этого свидетель, соучастник, она очень тонкая. Ну, когда у тебя и правовой, и финансовый нигилизм, ты же этого не знаешь. А незнание законов не освобождает от ответственности. Следующий вопрос, который... Вот есть замечательные, веселые ребята, артисты кино и телевидения, инстаграма в том числе, да, которые, ну, тоже вроде бы пошли на поводу, но они к ним-то, наверное, пришли просто так сделали. Предложение, от которого они не смогли отказаться в свое время, да. Почему только Алена Алексеева не прошелся по ним? Или прошелся все-таки? Почему прошелся? В начале истории. А в начале истории я даже не знала, что они... Ну, честно говоря, я не подписана на них. Ну, я знаю по отдельности вот участников, да, этого, этой команды, да, или как это правильно назвать, но я не смотрю вайны. Это весело, это здорово, это классно, но как бы для меня это такая лишняя информация, да, и я... у меня свой специфический юмор, и как бы вот в таком понимании... И я... у меня очищенная страница, у меня лишней информации нету. Вот. И поэтому я даже не была в курсе, что они тоже участвовали в этой странной рекламе. Потом, когда мне уже подписчики сказали, а почему вы так несправедливы? Ну, естественно, я уже обратила внимание, я уже посмотрела, поискала, мне скинули, что вот это... У себя они рекламу убрали, удалили сразу, как только начался шум, они у себя убрали, я увидела, что это есть на странице вот той самой фирмы, да. И я в сторис выложила, отметив эту группу, как неправильно называется, группа или что это? Команда. Команда, да. Вот. И мне один из ее лидеров написал, а почему вы спрашиваете-то, мы же удалили это все. Я говорю, ну вы у себя удалили. А на странице этой фирмы до сих пор ваш видеоролик, который вы специально, ну старательно, качественно сняли, да. То есть я же понимаю, что писался сценарий. Когда они писали сценарий, они ни разу не подумали о том, что вот это за схема такая, да. Они же ее обыграли, эту ситуацию. Но там не было финансистов, юристов. Оправдание оправдания. Может быть, пора уже? Обзвестись. Может, пора уже, да. То есть вообще все, что вы рекламируете, что подразумевает под собой передачу денежных средств, ну надо всегда изучать. Если вы такая солидная, как бы уже команда, да, уже пора консультироваться. Ну хватит быть ребятишками, которые резвятся на поле, да, собирая ромашки и там радуясь радуги. Перед тем, как прерваться, я еще раз, мы ведем разговор сегодня о тех событиях, которые, ну, с одной стороны, вроде бы, есть чаша весов, вроде бы, кому это какое дело, а с другой стороны, почему так нельзя. И мы в третьей части продолжим. Я у своего одного большого друга тоже, скажем так, деятеля благосферы спросил, а почему у нас в Якутии так обильно цветут пышным цветом вот эти вот сомнительные схемы, да. Ну, будь то там гранические сетевые маркетинги или откровенно мошеннические схемы, на что он очень обиделся, будучи патриотом, да, большим патриотом своего края и сказал, а ты хочешь сказать, что в Саратовской области это меньше? Меньше. Я знаю, что меньше, ну потому что, наверное, все-таки ближе к тем финансовым центрам и так далее, а у нас крайне пуганных, скажем так, оленей, которые... Когда же все-таки, Алена, у нас общество научится, вот как явление, как одно целое, научится отделять, и вчера вот правоохранители сказали, ну, максимум, пока что мы можем рассчитывать, это общественное порицание. А потом мы уже посмотрим, под какую букву ответственности, под какую букву закона подпадут действия тех или иных людей. Первым делом общественное порицание. Когда общество научится саморегулироваться? Общество, безусловно, научится, да, но не в тех объемах, это, конечно, утопия, думать, что все будет прекрасно, чудесно, и каждый сотый процентный гражданин будет понимать все от и до так, как это следовало бы, или так, как это есть, да. Атлантида прямо такая. Знаешь, когда это все успокоится, устаканится, когда прекратится вот эта вот бесконечная миграция, в том числе внутренняя? Вот когда все население или переедет все в город, или уже где-то окончательно обоснуется в деревне, допустим, да, в селе. Вот это вот движение, оно не помогает, как бы, сконцентрироваться мыслям в голове в том числе. Ну, и опять же, экономическое наше положение, да, и финансовое положение. Ты очень резко отозвалась об экономическом состоянии нашего края. Ну, а это не так? Ну, согласен, закредитованы. Ну, это не так разве, да? Люди закредитованы, это еще не они, у меня у самой кредиты, да? То есть я, в принципе, считаю, что это нормальный инструмент современного мира. Улучшение качества жизни. Улучшение качества жизни, да? Есть зарплата стабильная, есть возможности, но почему нет? Я ни у кого не прошу. Я взяла кредит в банке, официально все оплачиваю, да, да, с процентами. Есть возможность чуть-чуть там, допустим, у меня что-то выросло в доходах, я там могу досрочно где-то что-то закрыть, да? Это нормальный инструмент. Я не пойду обманывать людей. Зачем? Почему? Я что, бессмертная, что ли, да? Вот, поэтому, конечно, понятно, да, что уровень жизни, уровень и качество жизни у нас, наверное, на таком, вот том самом уровне. Что процветают такие усилия. И пирамиды, и такие схемы, такие структуры. Ну, то есть, куда они глянь, где-то все равно кто-то сидит там. Как их там, биткоины эти бесконечные, да? Причем бабушки только приходят. Ну, прямо, прямо фу, да? Вот, и когда, и причем, знаешь, вот самое интересное, да, я же говорила о том, что вот это вот последствия развала страны, да, отсутствие стабильности, которое было при Советском Союзе, да. И, казалось бы, да, люди же смотрят, как бы, вот одной стороной они, как бы, обращаются к свободным рыночным отношениям. К капитализму. К капитализму, да. И, возможно, это некий переходный этап такой, да, то есть все равно через какую-то грязь нужно пройти, чтобы набить себе шишек и в дальнейшем уже идти как-то с чистыми помыслами в эту самую рыночную экономику. Но в то же время, когда людям говоришь, а ты сам-то что сделал для того, чтобы хотя бы свое конкретное благосостояние улучшить? А почему я должен сделать? А почему государство делает, да? И вот тут включается хомо советикус, да, который сидит с открытым клювом и ждет от правительства чего-то. Ну, господа, вы или там, или здесь, да, вы уже определитесь тогда. Потому что в бюджетную структуру люди не идут, да, они не хотят себе нарабатывать стаж, там, они не хотят расти профессионально. Они говорят, что это очень мало, но они считают, что вот сидеть на диване, комментировать что-то в интернете, пялиться без конца в инстаграм, шерстить вот это вот, не знаю, во всем это мусорь, это же шлак какой-то, ну, на процентов 50 точно, да. И вступая в какие-то сомнительные структуры, это нормально. Ну, нет, так это не работает. Мы на самом деле живем очень ненормально. У нас убивают детей, у нас обманывают стариков, у нас, не знаю, есть куча отвратительных явлений, которые большинство оправдывает. А потому что в целом, когда... А мы живем нормально. А потому что... А зачем ты не лишил доход? Ну, вообще, конечно, я думаю, ты спросила, да, почему так еще? Я думаю, это прежде всего, ну, или там одно из главных, все главный фактор, любой фактор, он важен, да. Равнодушие, опять же. И вот это вот кумовство, да, я тебе сегодня не сделаю замечание, ты мне завтра не сделаешь замечание. То есть человек потенциально, он готов к каким-то преступным или там каким-то нехорошим действиям с моральной точки зрения. И поэтому он готовит себе фон, который его не будет порицать. Он говорит, я тебя сегодня не критиковал, поэтому ты в следующий раз промолчи, да, в мой адрес. А тебе не тесно в Якутске? Вот вообще, мое личное отношение такое, что нельзя в Якутске куда-то плюнуть в сторону кустиков, чтобы не нарушить чьи-то интересы. Ну, я же живу, я же плюю и нарушаю интересы. А тебе не страшно? Нет. Ну, а что страшно? Страшно что? Они все соберутся и побьют меня? Или что будет? Ну, уже конкретно там конкретная ответственность. Кстати, применение физической силы, если, скажем так, вот некая парадигма есть. Ну, тогда хорошо, тогда это еще больше резонанса вызовет, и тогда еще сильнее общество расколется на адекватных и на больных. Все. Может быть, может быть, эта жертва того будет стоить. А что делать с больной частью общества? Отстреливать? Да нет, зачем? Перевоспитивай. Развивать надо, развивать. Развивать. Да, развивать. И этому обществу нужно просто донести, что не будет ничего, никакого бесплатного, ничего нет вообще, в принципе. То есть, ну, парадигма вот этого сознания просто... Я не знаю, что. На самом деле, да, это, конечно, Инстаграм все время подсказывает, подстегивает, да. Ой, посмотрите, какие классные там туфельки, посмотрите, какая классная сумочка. То есть, вот этот вот консюмеризм без конца, он же провоцируется и провоцируется, да. Люди же так и пишут, девушки, которые пошли и написали заявление. Они же сказали, что мы повелись буквально на эту красивую, успешную жизнь этого блогера, да. И мы тоже захотели так же жить. То есть, они на себя примеряют это. Поэтому, ну, сознательность людей, у которых большое количество подписчиков, ну, только на этом пока можно выезжать. С другой стороны, а что плохого, если я ношу пуховик за 5 тысяч китайского рынка? Вообще ничего плохого. Или за 20 тысяч долларов? Вообще ничего плохого. Тысяч долларов. Я, допустим, не ориентируюсь на бренды. У меня есть и брендовые вещи, и есть абсолютно не брендовые вещи. Я потому что беру вещь, которая, как мне кажется, мне приятно, нравится, красиво, там, или еще что-то. Ну, брендовые вещи, они чем хороши, конечно? Они, как правило, более качественно пошиты. Я, как человек, который не любит очень много ходить по магазинам, беру базовые вещи, которые я буду носить годами. Поэтому, чтобы мне носить это годами, оно должно быть, вот эта вот вещь должна быть очень хорошего качества. И они настолько богаты, чтобы покупать... Ну, типа того, да. Поэтому, как бы, вот. Ну, это такой подход. То есть я для себя это выработала, и я поняла, что для меня это вот так удобнее, мне вот так комфортнее. Я нахожусь в одном и том же весе примерно, да. То есть у меня не увеличивается размер, там, голени, то есть у меня сапоги, там, обувь, то есть их много, но я их ношу все в перемешку, и это все в качественном состоянии. Это частности. Вернемся в информационное. Очень важное, между прочим. Ну, для девушки, наверное. Я все-таки не девушка. Ну, потребители, кстати, этого всего в основном женщины, ты заметил? Да. Ну, и почему все... Ты заметила, что вернемся в информационное поле? Все так называемые лидеры общественного мнения, это в основном женщины. Почему это женское такое? В принципе, да, сидеть в социальных сетях бесконечно, да, мужчины же этим, ну, не увлекаются. Охота, еда. Ну, у мужчины все равно, он работает, он зарабатывает, да, как бы он ни был ленив, он все равно так или иначе, ну, что-то делает, наверное. То есть ты хочешь сказать, что я сижу в соцсетях, я ленивый? Нет, у тебя твоя профессиональная, как бы, деятельность, она с этим связана. Ты получаешь все эти информационные поводы, да, и персонали, как бы, они все там, это твоя работа. Ну, точно так же, как и моя. Я же с утра, у меня день начинается с новостей, я вот так по диагонали все смотрю, если где-то что-то точечно мне интересно, я это более углубленно читаю, да. Инстаграм тоже так пролистываю, смотрю, что у меня написали, что у меня спросили. Все, дальше ушла на работу, работаю, и там тоже у меня сбор информации бесконечный, да. Я знаю, что в этих сферах, естественно, есть и мужчины. Но чисто психологически это больше женского влечения. Почему? Потому что сейчас реальных встреч практических таких вот в оффлайне очень мало, а у женщины потребность выговориться, там, эмоций у нее всегда больше, да. Ей надо куда-то все это вылить в какое-то пространство, хотя бы в виде комментария, пусть тупого, пусть ни о чем. И она там находится, и она по неволе становится сама же заложницей вот этого пространства. Жесткие оценки твоих, очень коротко, мы уже заканчиваем, очень жесткие оценки тебя лично, твоих визави, скажем так, да, ты будешь подавать за это? Ну нет, я все это сохранила, у меня это все как бы запротоколировано, да, то есть на тот случай, если вдруг необходимость будет, я же примерно знаю срок исковой давности, да, если там дальше будет что-то продолжаться, если люди не успокоятся и хоть немножко не одумаются, ну, возможно, да. Возможно, да, но у меня такой изначально ни планов, ни задач я себе таких не ставил, мне это неинтересно. Шикарный разговор, на самом деле, очень большого сексиста, да, большего сексиста, наверное, чем я, не отыскать. И роскошная женщина, очень умная человека, на самом деле, поскольку я еще раз говорю, я давно с тобой знаком, все-таки диплом ГИМО, наверное, это что-то и значит. Это так, к слову. Это не диплом ГИМО, это неравнодушие, когда интересуешься всем. Но все равно бэкграунд, вот этот профессиональный бэкграунд, который закладывает в том числе и высшая школа, в том числе и родительским воспитанием, да, это всегда является стержнем той вот этой. Значит, если что-то делает, есть какой-то преступник и так далее, всегда же говорят, смотрим на родителей. Родители тоже ответственные. Есть аспекты ответственного родительства, чтобы передавать настоящие ценности, а не то фуфло, которое склонны верить многие. И еще раз хотел бы в том числе и молодежи напомнить, есть же фраза, в Инстаграме так красиво, я бы там жила, да? Нет, это опять же тот же дутый пузырь, который во многом. Абсолютно. На 99% это дутыш. Это дутыш. Это говорит Алена Алексеева. Программа «Один из нас». Мы продолжаем находиться в ключе главных событий недели. Увидимся. Программа «Один из нас».